В течение 10 дней комбинат зеленого хозяйства должен высадить все наши городские клумбы, ну и плюс у них еще и договор подряда, они должны будут закончить оформление клумб на сквере морском. Но это будет в последнюю очередь, потому что температура воздуха в сквере морском, она ниже, чем в городе, поэтому будет все это сделано позже. Ситуация эпидемиологическая в городе Магадане, она на сегодняшний день очень тревожна, и вы все видели, что Магадан в целом находится по коэффициенту динамики распространения в очень неблагоприятной зоне, и цифры вот по прошлой неделе, они свидетельствуют о том, что с 1 июня 112 случаев вновь заболевших на территории Магаданской области, но в этой цифре значительная часть заболевших именно в городе Магадане. 1 июня 12, 2, 11, 3, 15, 4, 27, 5, 14, 6, 12, 7, 9 человек, 8 июня 12 человек. И нас спасает сейчас то, что все-таки область хорошо подготовилась к созданию резерва больничных коек, их сегодня достаточно на территории города Магадана и Магаданской области. На хорошем счету у нас показатель по тестированию населения, это тоже как бы дает надежды, но вот по распространению все-таки так, как есть. Очень много случаев, конечно, вопиющих и безобразных на самом деле, по этой причине мы вынуждены были закрыть на карантин группу в третьем детском саду. Я не имею права и не буду называть, конечно, фамилии, но это человек, который уже знал, что он на последнем издыхании приводит ребенка в детский сад, завел ребенка в группу, после этого он пошел в инфекционную больницу и сдался, у него оказался положительный тест на коронавирус. Его жена на следующий день, заполняя анкету в детском саду, что в семье никто не болеет, она писала, что в семье никто не болеет, тоже привела этого же ребенка в детский сад. Таким образом, такие факты, они способствуют распространению коронавирусной инфекции очень и очень серьезно. Я вчера говорил о том, что все-таки меры, которые предпринимаются в муниципальных учреждениях, организациях у нас, ребята, достаточно дисциплинированные, и муниципальные структуры не цепляют. У нас здорово болеют больницы, здравоохранение, знаете, у нас очаг в детском доме ребенка специализированном, у нас федеральные структуры, к сожалению, зацеплены очень здорово. Сейчас очаг у нас по Уптару и в целом по Устреникан-Гестрою. Уптар у нас, он хоть и поселок маленький, там живет порядка полутора тысяч человек, тем не менее, там на самоизоляции находятся порядка 80 человек. Это Рудник Матросова и Устреникан-Гестрой. Предпринимаются все меры для того, чтобы не дать распространить возможный очаг. Я проводил на прошлой неделе там совещание и с Уфсином, и с Рудником Матросова, и у Средникан-Гестрой, полиция, здравоохранение, все были по ужесточению режима. Кстати говоря, Уптар, он у нас самый теплый поселок, там люди гуляют, отдыхают, огородами занимаются, пикники проводят. Сейчас идут рейдовые бригады, и, кстати говоря, водогонка вот эта машина, которая по городу ездит с громкой связью, она ездит в том числе по всем отдаленным поселкам, и по Уптару, и по Соколу, и по Снежной долине, Снежный, Радист, Дугча. Всех проезжаем для того, чтобы людей, значит, все-таки вразумить, и если и идет какое-то вот движение по городу, чтобы оно шло в режиме соблюдения, значит, социальной дистанции, не допустить распространения. Мы заканчиваем отопительный сезон. Вчера мы отключили котельную на Уптаре, там в течение пяти дней температура была не то, что выше восьми градусов, температура была выше десяти градусов. Сегодня мы отключили еще пять котельных. У нас остались из котельных в Магадан теплосети работать только котельная на Марчакане и в поселке Новое Весело и Магаданская ТЭЦ. Сегодняшний день по наблюдениям, это третий день, когда наблюдается температура выше восьми градусов. И я думаю, что мы до Дня России выключим станции, полностью отключим отопление. Подзатянулось. Я хочу сказать, что можно отопить долго, но у нас есть так называемый межотопительный период. Он в Магаданской области и в городе Магадане очень короткий, максимум три месяца на то, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. У нас в городе 11 котельных, которые нужно переводить в порядок. У нас в городе 11 центральных тепловых пунктов. Сама станция должна пойти в состояние ремонта энергоблоков. У нас в городе около тысячи километров инженерных сетей проходит. Вот в том числе, где мы стоим, тут тоже наверняка проходят какие-то трубы, которые иногда приходится ремонтировать. Но не иногда, а часто, потому что у нас более 50% инженерных сетей требует капитального ремонта. В этом году только Магадан Теплосеть должна выполнить почти полтора миллиона ветхих сетей, замены. Уже начались разрытия в городе Магадане. Вы это видите для того, чтобы подготовиться своевременно к новому отопительному сезону. На прошлой неделе я посмотрел, как стартовали у нас детские лагеря, которые идут в дистанционном режиме. Востребованность очень высокая. Мы перевыполнили цифру. У нас на сегодняшний день в лагерях находится 2400 детей. Вы помните, на одном из брифингов я сказал, что не очень поддерживают эту идею. Но тут я вспоминаю свою замечательную формулу, что идея проходит три стадии. Этого не может быть, в этом что-то есть, и кто же этого не знает. Вот когда я посмотрел уже непосредственно на организацию наших пришкольных лагерей в таком дистанционном режиме, ну что, время диктует так, другого выхода нет. Ребята работают с преподавателями, реализуются программы, которые защищены в Министерстве образования. Очень хорошие сухие пайки подготовленные. Родители приходят, получают этот объем продуктов. Пока все довольны, но это без выходного положения. Сейчас у нас работает в городе Магадане 19 детских садов. 2300 детей посещают детские сады. На этой неделе мы готовим к открытию 59-й, 63-й детский сад. Кстати говоря, кто-то из вас был, кто-то нет. Пятый детский сад, он принял уже детей. Мы с вами его открывали, ленточку с губернатором перерезали и тут же закрыли в связи с тем, что были карантинные мероприятия. Сейчас дети посещают этот детский сад. По просьбе жителей мы открыли детский сад на Солнечном, оттуда далеко детей возить в город, даже в дежурные группы. И детский сад на Пионерном. Сейчас должны решить вопрос медицинским работникам по Уптару. И на Уптаре тоже откроем детский сад, потому что пока мы утром подаем школьный автобус, забираем детей на Уптаре, везем на Соково в детский сад и вечером точно так же привозим в поселок, отдаем детей родителям. По многочисленным просьбам наших пенсионеров, несмотря на то, что они вообще-то должны сидеть дома, вы знаете, что у нас в летнем расписании с 1 июня работал маршрут номер 2. Это на Старую Веселую, там дачников много, но раз автобусы, мы понимаем, что по возрастным и социальным особенностям это люди, которые на самом деле должны находиться дома. Мы его открыли, потому что это сезонный, но тем не менее мы предупреждаем, что те, кто должен находиться дома, должен находиться дома. Автобус будет идти в 10 часов утра от 4 поликлиники, это на улице Берзина, и второй раз он идет вечером в 18 часов, и соответственно со Старой Веселой он идет в 10.40 и в 18.50. Я хотел бы, чтобы это прозвучало, потому что это будет с завтрашнего дня. Значит, люди должны услышать и понимать, что такой маршрут в городе Магадане традиционно восстановлен для того, чтобы люди могли, не имеющие автомобиля своего, доехать до своего родного земельного дачного участка. 24-го у нас большие мероприятия, предполагается, в том числе и здесь должен пройти парад военный в городе Магадане. 24-го числа у нас с вами будет еще и событие, у нас, надеюсь, Дума проголосует, как и комиссия, появится новый гражданин почетный в городе Магадане, герой Советского Союза Ашик, которому 95 лет, который проживает в городе Санкт-Петербурге. В этот же день мы откроем мемориальную доску памяти его, это по адресу Пушкина 7, где он проживал в городе Магадане, это напротив КСК металлист здания. Впереди у нас с вами 12 июня, это День России, вы помните, мы какие массовые шествия устраивали, но тем не менее сейчас мы хотим немножко все-таки обстановку праздника придать городу Магадану. У нас будет шествие с большим полотнищем флага Российской Федерации, только с флагом, только с музыкальным автомобилем, без участия детей. Мы пройдем по улице Гагарина, пройдем по улице Ленина и здесь вот на улице Горького шествие закончится. Но я говорю, что в очень ограниченном режиме, с соблюдением социальной дистанции, ассистенты, которые будут нести флаг, они будут находиться на очень большом расстоянии друг от друга. Ну и само полотнище, насколько я помню, оно около 40 метров длиной. Вот, поэтому все это, конечно, складывается до вот таких вот форматов, непривычных для города Магадана, вот, но тем не менее мы должны это мероприятие провести. И люди могут принять участие в этом мероприятии дистанционно, могут вывесить флаги в окнах, значит, исполнить гимн России в этот день, ну и вообще вспомнить, в какой замечательной стране мы с вами живем. Будет проведены несколько репетиций, значит, не будем доводить это до абсолютизма, что это так и будет. Сейчас делается все для того, чтобы парад прошел, это будут исключительно военные. У традиционных коробок из детей у нас были коробки клуба «Подвиг», юно-армейцы, их не будут. Будут только военные, и только они будут вот на этой площади, там, по-моему, 10 коробок набирается военнослужащих, будет военная техника, вот они пройдут здесь. И, насколько я знаю, есть у Юрия Михайловича договоренность с «Коломой плюс», что будет идти онлайн-трансляция, и все смогут посмотреть на тот военный парад, который здесь будет проходить. Конечно, не совсем для нас привычный режим, мы привыкли, что здесь и детские коробки были, дети очень неплохо участвовали, выглядели хорошо на военном параде, но сегодня это именно так. Парад не был по понятной причине проведен 9 мая, 24 июня, думаю, что все у нас будет. Кстати говоря, 22 июня мы должны открыть третий зал музейного комплекса города Магадана, здесь в МЦК, заканчиваются все работы художников, все артефакты войны доставлены, и это будет, как бы, такое очень знаковое событие для города Магадана, появление нового зала. Ну а 23 июня, что у нас, это день, когда вышли в Магадан, в Магадане в 29 году, 23 июня первостроители Магадана. Мы в том году с вами отмечали две даты, 80 лет со дня образования и 90 лет со дня основания. Вот основанием является тот самый день, когда высадились на бухте Нагаево. Кому интересно, можете зайти в парке Маяк, там вот этот домик, да, стоит административное здание, но мы из него хотим такой сделать мини-музейчик, что ли, потому что вообще парк Маяк находится на месте высадки первой экспедиции. Там сейчас размещено очень много фотографий, как все начиналось с первой палатки, нашли эти все фотографии, вот, дорабатывается еще интерактивный материал, и люди не просто будут находиться в парке, но и должны понимать, на каком знаковом месте для Магадана они находятся. Кстати говоря, в парке Маяк у нас, вот, должны были уже начать, очень много заявок есть, вот, творческих коллективов использовать нашу сцену. Фаер-шоу хотят там работать, я думаю, не помешают. Солисты известные будут выступать, духовой муниципальный оркестр и просто наши магаданские рок-группы, которые будут создавать атмосферу для отдыха магаданцев. Вчера я проходил, просто там яблоко упасть негде, все лавочки были заняты. Я вам хочу сказать, что лавочек там почти на 250 человек и амфитеатр на 300. Те, кто понимает идею парка, те говорят, что даже если там плитка где-то шатается, это не важно. Самая главная идея этого парка – это море, это сидеть, смотреть на закат и там медитировать. Мы, помните, встречались с вами с консулом индийским здесь, да, что он нас попросил. «Разрешите ли вы нам провести фестиваль йоги в парке Маяк?» Я сказал, конечно, проводите, но вот будет он или нет – это большой вопрос. Кстати говоря, там критикуют, зачем Юрий Федорович шестигранную плитку старую кладет? Кто за то, чтобы ее убрать? Вот скажите, пожалуйста, вот вы. Неужели вот история Магадана, и когда мы говорим, что памятник истории архитектуры является вот этот дом, да? А вообще у этого дома есть охранная зона, она составляет около 200 метров. Так вот, 200 метров вокруг тоже ничего нельзя менять. Это и чугунное ограждение, это и шестигранные плиты, это вазоны, которые были здесь установлены 50-60 лет назад. Поэтому вот эта вся критика, которая говорит, что вы тут ковыряетесь там в старье, а я ее отвергаю, это не мое. Кто не нравится ходить по историческим местам старого города, пройдите по современному тротуарному покрытию Нового Магадана. Поэтому каждому свое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!